В числе факторов, обуславливающих необходимость реконструкции подстанции, была и неспособность удовлетворения стремительно растущих потребностей. По поручению президента Ильхама Алиева, подстанция Яшма была полностью реконструирована в цифровом порядке. В силу специфичности сферы работы по реконструкции проводились местными специалистами в порядке дежурства с сохранением электрического напряжения, поэтому перерывы в работе подстанции не возникали. Узловая подстанция Яшма взяла на себя очень важную стратегическую функцию из-за прямой связи с электростанциями Сунгаид, Кобу, Хачмас, а с теплоэлектростанция Азербайджан, электростанции Джануб через подстанцию Абширон. Осуществится интеграция энергетического узла Губу в энергосистема ветряной электростанции ХЗ Абширон, фундамент которой был заложен в январе нынешнего года и планируемый к строительству новой электростанции Яшма. Именно на подстанции Яшма впервые в энергосистеме Азербайджана сооружен шунтирующий реактор, способный компенсировать реактивную силу практически на половине территории страны. Управляемый шунтирующий реактор, охватывающий серверо-восточные районы страны, а также Баку и Абшировский полуостров, будет принимать и регулировать совокупную реактивную силу 330 кВт линий электропередачи, тем самым расширит передающие способности линии, снизит технические потери, повысит качество нагрузки, сэкономит большое количество электроэнергии и финансовых средств. Для этого на территории сооружены соответствующие гнезда. В результате работ по реконструкции территория подстанции увеличена на 2 гектара и доведена до 10 гектаров. В числе инфраструктурных изменений и отремонтированная дорога протяжённостью 4 км от магистрали Баку-Губа до подстанции. Сооружена диспетчерская система управления «Микроскада» с целью усовершенствования управления, осуществления контроля над работой станции в режиме реального времени и передачи показателей в систему «Скада». Своевременное устранение погрешностей в работе, ввезённых в эксплуатацию подстанции и оперативное решение проблем, осуществляется автоматически посредством программного обеспечения. Это составная часть цифровой концепции энергосистемы. Обеспечение качественной и бесперебойной электроэнергии играет важную роль в экономическом росте страны. В соответствии с темпами роста числа многоэтажных жилых домов, предприятий, промышленных зон, агропарков, экономики в целом, а также населения, увеличивается и энергопотребление. И этот вопрос не только удовлетворяется, но и появляются возможности для экспорта. С обретением статуса регионального энергетического центра сегодня Азербайджан экспортирует электроэнергию в Турцию, Россию, Грузию и Иран. В перспективных планах есть и диверсификация экспортных маршрутов.